Добро пожаловать в инфосферу! Представляем вашему вниманию список лучших фильмов про войну. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Чудо-женщина. Принцесса Амазонок приходит в мир мужчин, чтобы стать величайшей из женщин-супергероев. Дюнкерк. Фильм расскажет историю чудесного спасения. Более 300 тысяч солдат в ходе дюнкеркской операции, имевшей место в начале Второй мировой войны. Уязвимость в любых дней об истоках, последствиях и масштабах войны нового поколения. Кибервойны. Тревожное расследование посвящено вирусу StaxNet, за которым стоят крупнейшие политические силы, и которые по своей разрушительной мощи сопоставим с ядерной бомбой. Крейсер. Лето 1945 года. До конца Второй мировой войны остались считанные недели. Крейсер ВМС США Индианаполис доставил на американскую военную базу на острове Тиньян боеголовку атомной бомбы. Али и Нино. История о любви двух бакинцев. Азербайджанца-мусульманина Али Хана Ширваншира и грузинки-христианки Нина Кепьяни. Действие разворачивается на Кавказе и в Иране на фоне событий Первой мировой войны. Меч Жакона. Действие фильма разворачивается в Древнем Китае во время направления династии Хань. Римский полководец Луцея с легионом своих солдат оказывается на территории Китая. В это же время командир отряда охраны западного региона Хуань в результате действий своих врагов становится рабом. И этим двум воинам было суждено встретиться в западной пустыне, где развернется эпическое сражение. Однако биться они будут не друг против друга, как можно было бы подумать, а против алчного императора Тиберия за суверенитет Китая. Билла за Севастополь 2015 года. Любовь под нескончаемым огнем противника. Дружба с Леонорой Рузвельт. Выступление на конференции, повлиявшее на исход Второй мировой войны. Желание жить и страх потерять любимого человека. Справится ли со всем этим хрупкая женщина? Это реальная история Людмилы Павличенко, легендарной женщины-снайпера. Солдаты шли в бой с ее именем на устах, а враги устроили на нее охоту. На поле битвы она видела смерть и страдание. Но самым серьезным испытанием для нее стала любовь, которую у нее могла забрать война. Аурезистихия 2015 года. Май 1942 года. В самый разгар Великой Отечественной войны, вдалеке от линии фронта, у забытого богом разъезда, фашисты выбрасывают десант, с целью пробраться на Кировскую железную дорогу и Беломорско-Балтийский канал. Это не обычные солдаты-пехотинцы, это опытные, тренированные диверсанты, элита войск СС, сверхлюди, а против них старшина Васков и пять девчонок-зенитщиц. Казалось бы, бой местного значения, но на кону стратегически важная транспортная артерия, соединяющая значимые центры страны. Смогут ли старшина и его хрупкие новобранцы предотвратить нацистскую диверсию? И какой ценой? Еничка 2015 года Август 1944-го советские войска продолжают наступление в Восточной Польше. Подразделение старшего лейтенанта Егорова получает задание – удержать мост, через который планируется переправа частей советской армии. Прибыв на позицию, бойцы обнаруживают разрушенный монастырь, а в нем – группу глухих серед с воспитательницей Евой. Утратив веру, она нашла смысл жизни в спасении немощных и беззащитных детей. Лейтенант Егоров оказывается перед сложным выбором. Выполняя приказ командования, он будет вынужден поставить под угрозу жизнь маленьких поляков. Артиллеристы изо всех сил стараются не допустить смерти детей. Дорога на Берлин 2015 года Действие фильма происходит в Великую Отечественную войну. Главные герои – лейтенант Агарков и рядовой Джурабаев, молодые люди – выходцы из разных союзных республик, разные по характеру и жизненным позициям, но объединенные общей целью. В основе фильма лежат их сложные отношения и поступки, продиктованные фоном страшных событий войны. Это история о человеческих взаимоотношениях, истинных нравственных ценностях, долге перед Родиной, близкими и самим собой. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!